Всевышний Аллах в Коране говорит «Каждый из вас войдёт туда. Таково окончательное решение твоего Господа». Толкование на это таят следующий. «Каждый из вас пройдёт над адским пламенем. Нет ни одного из вас, кто бы не прошёл над адским пламенем. Это повеление от Господа вашего, которое должно быть выполнено. Затем Аллах спасёт тех, кто проявлял богобоязненность, и оставит тех, кто творил бесчестие в адском пламени, в несчастье. Они падут на колени, будут беспомощны. Нет ни одного из вас, кто не прошёл бы через это». Согласно хадису пророка Мухаммада, переданному Ибн Джариром от Абдуллаха, о том, что относительно утверждения Всевышнего, «Нет ни одного из вас, кто не прошёл бы через это, он сказал, мост над адом подобен острому краю кинжала. Первая группа людей пройдёт мост подобно вспышке молнии. Вторая группа пройдёт словно ветер. Третья группа пройдёт через мост словно самая быстрая лошадь. Четвёртая группа пройдёт словно самая быстрая корова». Почему упоминается лошадь и коровы? Потому что в то время эти животные использовались в качестве транспорта. Иными словами, если мы будем говорить, употребляя современные термины, то это словно мы имеем в виду машины, мотоциклы и тому подобное. Затем остальные мусульмане будут проходить через мост, пока ангелы будут говорить «О Всевышний, спаси их, спаси их». Однажды посланник Аллаха находился в доме своей жены Хафсы, да будет доволен её Аллах, и он сказал, «Ни один из тех мусульман, кто был в сражении при Бадре и Худайбии, не войдёт в адское пламя». Затем Хафса, да будет доволен её Аллах, спросила, «Разве Всевышний не говорит в Коране?» «Каждый из вас войдёт туда. Таково окончательное решение твоего Господа». На что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, ответил, сказав, «А затем мы спасём богобоязненных, а неверующих оставим там стоять на коленях». Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал, «Ни одного из мусульман, у которого было трое детей и которые умерли, не коснётся адское пламя, за исключением клятвы, которая должна быть осуществлена». Какую клятву необходимо осуществить? Речь идёт о клятве Всевышнего, где он говорит, «Нет ни одного из вас, кто бы не прошёл над адским пламенем. Это повеление от Господа вашего, которое должно быть выполнено». Это та самая клятва, которая должна обязательно быть выполненной. То есть часть людей пройдёт через мост, и огуняда не коснётся их, конечно, если они верили во Всевышнего, если они выполняли условия веры, если у них было трое детей, которые затем скончались. Если умирают дети, не достигшие зрелости, то это милость от Всевышнего. И одним из даров Всевышнего является то, что в тот день он спасёт такого человека от огня ада из-за грусти и тоски, которую человеку пришлось испытать в этом мире из-за потери детей, но он проявил терпение. И Всевышний вознаграждает его за терпение, и пламя ада не коснётся его. То есть даже те люди, которых коснётся милость Всевышнего, пройдут через мост Сырат. Даже пророк Мухаммад, алей-иссаляту вассалям, пройдёт по мосту Сырат. Каждый человек пройдёт по мосту Сырат. Это тот мост, который расположен над адом. Просим Всевышнего спасти нас от падения в адское пламя. Люди, освященные мощным светом веры, очень быстро пройдут по нему. Люди с меньшим количеством света будут идти по мосту, и тот свет будет помещен на кончах их большого пальца. И этот свет будет то гаснуть, то вспыхивать снова. Также пророк Мухаммад, алей-иссаляту вассалям, описал этот мост, свисающий над адом, говоря, под ним будет полыхать адский огонь, из которого будут вырываться когти пламени, и эти когти голодного огня будут пытаться достать людей, которые идут по мосту. У огня также будет язык, и он будет царапать людей. Некоторые люди пройдут по мосту, и они будут поцарапаны и обожжены огненными когтями. Некоторые упадут в огонь, но позже будут спасены, а некоторые упадут и не будут спасены никогда. А потом придёт время для неверующих проходить мост. Они вступят на мост и упадут, и они не будут спасены. Также будут люди из числа лицемеров. Они говорили «мы мусульмане», но на самом деле они таковыми не были. И когда они увидят свет на мусульманах из числа тех, кого они знали в этой жизни, и увидят ту скорость, с которой они стремительно проходят мост, они будут умолять их, они будут говорить им. Это упоминается в Коране, в суре Аль-Хадид. И в суре Аль-Хадид Пожалуйста, подождите нас. Мы знали вас в земной жизни. Позвольте нам взять у вас немного света, хотя бы чуть-чуть. Ангелы прикрикнут на них. Отойдите. Вам тут не место. Отойдите и ищите свой свет. То есть, что вы сделали для того, чтобы найти хоть какой-нибудь свет в тех благих деяниях? Единственный свет, который будет у людей в тот день, это свет, который они приготовили наперед и оставили позади. То есть, они найдут его в тот день. Стена будет разделять их и верующих. С одной стороны, стены милосердия, а с другой стороны, мучения и наказания. И так, эти лицемеры упадут в вагоне и окажутся на самом нижнем уровне ада, даже ниже уровня самого Иблиса. Мои дорогие братья и сестры, проход по мосту будет осуществляться в кромешной темноте. Будет очень темно. И, как было сказано выше, только свет наших деяний поможет нам перейти мост. Всевышний говорит А затем мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях. Что такое такуа? Такуа – это термин, который Всевышний Аллах употребил в Коране относительно тех людей, которые, собираясь сделать что-то неправильное, вспоминают Всевышнего, его наказание. Они любят Всевышнего так сильно, что не хотят утратить эту любовь. И что они делают? Физически они избегают запретного, не задаваясь вопросом, а почему это является запретным? Я буду делать это, пока ко мне не придет понимание, почему это так. Все просто – Всевышний сказал тебе, что это плохо, значит, не делай этого. Также речь идет о тех, которые совершили неправильное, но затем вспомнили о Всевышнем и поклялись, сделали таубу. Это и есть богобоязненные люди. Именно они спасутся при проходе через мост. А те, которые все же упадут в ад, позже будут спасены посредством заступничества ангелов, верующих и пророка Мухаммада алейиссалату вассалям. Согласно некоторым передатчикам, некоторые из подвижники растолковали этот аят, говоря, что часть людей останутся на оградах между адом и раем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Между обитателями рая и ада будет стена. На стене рая люди верующие, добрых дел которых оказалось недостаточно для попадания в рай и которые на этой стене будут ожидать решения Аллаха. Они узнают каждого из двух групп по их признакам, по светлым лицам обитателей рая и по черным лицам обитателей ада. Они обратятся к обитателям рая, мир вам. Они пока не войдут в рай, хотя будут желать этого. Когда их взгляд невольно упадет на обитателей ада, то увидев их черные лица и их страдания, они скажут, прибегая к защите Аллаха, «Господи, не помещай нас в огонь вместе с людьми несправедливыми к самим себе». Из-за этого следует, что на оградах находятся те, кто войдет в рай позже остальных, и они будут понимать разницу между двумя группами. Слово «а'арав», давшее название этой суре, это форма множественного числа от слова «урф». Здесь это слово означает «башни, расположенные на стене, разделяющие рай и ад». Это люди, чьи добрые дела находятся в равном количестве со злыми делами. Что это означает? Это не означает, что те люди совершили абсолютно равнозначное количество добрых и хороших деяний. Нет. Ты можешь иметь меньшее количество добрых дел, но их ценность больше, и ты можешь иметь больше плохих деяний, но их весомость не такая значительная. И так их взвешивают. И при взвешивании оказывается, что по значимости они равны. И что происходит с теми людьми? Их хорошие деяния защищают их от адского пламени, но плохие деяния не дают им пройти дальше. Что будет с этими людьми? Всевышний не является угнетающим. «Им людям, находящимся на ограде и ожидающим вхождения в рай, будет сказано, войдите в рай, вы не познаете страха и не будете опечалены». В чем мудрость стояния людей, которые будут задержаны в том месте? Это одна из надежд, которую дарует Всевышний. И в то же время это проявление еще большей немилости, которую заслужили неверующие, находящиеся в адском пламени. Те люди не могут пройти в рай, другие люди обошли их, их оставили напоследок. Затем голос вас зовет, обращаясь к людям ада. Как об этом говорится в Коране, смысл. «Видите тех людей, которых вы знали в земной жизни. Вы вместе совершали плохие деяния, и вы думали, что мы поместим их в то же место, что и вас, но сегодня мы проявим свое милосердие, и смотрите, мы спасем их на ваших глазах». Так Всевышний спасет людей Аль-А'раф и проведет их по мосту с Рад, и они будут ожидать у дверей рая, или они войдут в рай после верующих. И неверные испытают еще одно мучение, потому что Всевышний скажет им, «Вы думали, что те люди будут с вами, а мы спасли их. Что касается вас, то вы не заслужили этого. Вот насколько плохими были ваши деяния, вот насколько маленькой была ваша вера. Ваш Господь не притесняет никого из своих рабов, никого не из числа мусульман и немусульман. Теперь каждый достиг либо врат рая, либо ада. И мне хотелось бы остановиться здесь. Иншаллах, и напоследок приведу историю относительно хороших людей. Был человек по имени Малик Бин Динар, великий ученый прошлого. Этот человек был вором до того, как он стал ученым. И он раньше употреблял алкоголь. Всевышний пожелал наставить его, и однажды он увидел тирана, у которого был работник. Этот работник был бедным, и хозяин не оплатил ему за труд. И Малик Бин Динар у него проявилось сострадание к тому человеку, и он сказал хозяину, оплати ему его труд. Но хозяин отказался, и Малик Бин Динар взял часть своих денег и отдал тому бедному человеку, и попросил его, сегодня вечером скажи своим дочкам сделать дуа за Малико бен Динаре. Сегодня вечером скажи своим дочкам сделать дуа за Малико бен Динаре. Те сделали дуа за него. И однажды он захотел жениться. Никто не хотел выдавать за него свою дочь, потому что он был вором и любил выпить. Он покупает рабыню, поскольку в то время были рабы. Он покупает рабыню, освобождает ее и женится на ней. Всевышний дарует ему дочь, и он называет ее Фатыма. Его дочь умирает в возрасте пяти лет. Он очень ее любил и сильно тосковал после ее смерти. Прошло время, и однажды он видит сон, как будто наступил конец света. Он видит, что перед ним огонь, а позади него дракон, который охотился на него. Он говорит, я убежал от дракона и достиг утеса, с которого собирался прыгнуть, но там было адское пламя. Я повернул в сторону, но позади меня был дракон. Он сказал, я побежал и достиг океана, там был песок и океан. И там я увидел очень старого человека, у которого не было сил говорить со мной. Он указал рукой и сказал, иди в том направлении. Я пошел туда и достиг утеса, на котором играли дети. Они позвали Фатыму и сказали, о Фатыма, спаси своего отца. Затем я увидел свою дочь Фатыму, она подошла ко мне, протянула свою руку, и дракон исчез. И она сказала мне, папа, смотри, дракон – это твои плохие деяния. Их стало так много, что они почти обрели силу против тебя. А твои хорошие деяния – это тот самый пожилой человек, но их так мало, что они не могли спасти тебя. Плохие деяния больше, а хорошие деяния маленькие. И она прочла аят. Разве не наступило время для того, чтобы сердца верующих смягчились при упоминании Аллаха и ниспосланной истины. Пусть не станут они подобны тем, кому ранее было дано Писание, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени. Многие из них являются грешниками. Да примет Всевышний Аллах наши благие деяния. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Редактор субтитров А.Семкин